Состоялось торжественное закрытие фестиваля «Территория Красноярск». Чтобы подвести итоги и познакомиться с экспозициями, в наш город прилетел актёр Евгений Миронов. Как завершился фестиваль и чем удивляли зрителей, расскажем в сюжете далее. Видеть Евгения Миронова все привыкли на больших экранах, но сегодня он сам зритель спектакля, действия которого — всё, что происходит в этой комнате. Актёр успел на последний показ постановки «До и после молодых актёров» в мастерской Дмитрия Брусникина. Сам он рассказывает, смог полностью погрузиться в атмосферу спектакля. Я был абсолютно, знаете, как ребёнок. Такие какие-то реакции потом уже я на них сделал. Так что я получил большое удовольствие, как зритель, именно как зритель. И вообще то, что у вас так здорово развивается современное искусство, что вы не боитесь его. И действительно, в нашем музейном центре «Площадь мира» не побоялись принять современную и откровенную экспозицию. Выставку шедеров русского искусства XX века. К слову, экскурсию по ней на закрытии фестиваля провёл личный руководитель Московского музея современного искусства Василий Церетелли. Каждая работа отобрана тщательно командой кураторов. Именно для того, чтобы показать рефлексию на сегодняшний день, на себя. И рассказать про искусство XX и XXI века. И вот сотрудничество как раз с прекрасным музеем здесь в Красноярске, одним из лучших в России, с компанией «Поле золото» и с регионом, да, вот я думаю, что это будет прекрасное сотрудничество и возможность всем подарить интересный опыт. Опыт действительно подарили немало. И в рамках территории Красноярск привезли не только выставки и спектакли, но и мастер-классы для актёров. Так что Красноярску было чему поучиться. Инициаторы и партнёры фестиваля «Золотодобывающая компания «Полюс»» рассказывают, главная цель была дать толчок развитию современного искусства в Сибири. Нам было важно заинтересовать и удивить очень подготовленную публику, поскольку в Красноярск приезжают все самые известные московские и питерские театры. В Красноярске очень сильная своя театральная школа. Завершился фестиваль в театре оперы и балета. На сцене выступили звёзды мировой величины Николай Диденко, Руслана Коваль и Ирина Долженко, а также ведущие солисты из Красноярской оперы. Сюрпризом для зрителей стало ещё и интерактивное шоу художника Аси Мухиной. Они смогли не только услышать музыку, но и почувствовать её.